Итак, прежде чем мы будем двигаться дальше, давайте сначала в коротеньком уроке разберемся, что где находится в окне программы. Здесь, конечно же, мало всего, но в этом уроке мы про это узнаем, а в следующих еще и на настроем наш редактор. Итак, первое, что надо отметить, это, конечно же, главное меню. То есть, про него, пожалуйста, не забываем. К нему будем возвращаться очень и очень часто в ходе этого курса. Следующее, это панель с нашими файлами. То есть, видим, вот у нас открыты файлы, у вас два, у меня четыре, и здесь они все отображены. Обратите внимание, что, по идее, здесь должны переключаться эти файлики, но у меня почему-то это не работает, не знаю. Но на мышке у меня зато есть две кнопки, я на них нажимаю и спокойно работает. Сбоку две кнопки вперед-назад. Видите? Еще один переключатель есть вот здесь. Обратите на его внимание. Тоже мы на него нажимаем, вам не будет видно. Но здесь выползает сразу списочек файлов, которые открыты, и можно переместиться на любой из них. Дальше. Вот здесь, в этом, ну, здесь мы выбираем тип нашего файла. То есть, либо HTML, либо там CSS. Помните, мы в начале этого видеокурса создавали два файла и выбирали его тип. Щелкаем, появляется очень большая такая табличка, всплывающий список точнее, где мы можем выбирать тип файла. Дальше. Вот здесь указаны размеры наших табов. То есть, что такое таб? То есть, здесь, чтобы не тыкать по четыре пробела, мы просто жмем таб. И здесь указан у меня по умолчанию размер. Это в четыре пробела таб. Правильно. То есть, мы можем здесь менять размеры. Поставить таб в один. Щелкните, и появится окошечко. Точнее, выпадающий список. И мы можем менять. Нажимаем таб в из один. Видим, табы стали меньше. Таб в из два. Стали больше. То есть, ну, мне четыре все-таки по умолчанию больше всего нравится. Не знаю, как кому. Поэтому я всегда этот параметр не меняю. И здесь у нас находится маленькая инфопанелька, которая показывает, где находится наш курсорчик. Так, дальше идем. Специально открыл вот эти большие файлики. В следующих уроках они тоже будут присутствовать. И обратите внимание. Что здесь у нас находится карта сайта. То есть, один из самых удобных элементов данного редактора. То есть, возможно, сейчас вам кажется, что вот эта карта, она какая-то бесполезная, сумбурная. Тут ничего не видно. Но поверьте мне, когда вы сами напишите весь этот код. Либо там HTML код, либо CSS код. Это в этой карте вы будете очень легко разбираться. И очень легко находить нужный участок вам кода. То есть, очень быстро помогает найти, вот если брать так визуально, перемещаться по коду. Довольно полезная штука. Ну что ж, в принципе, в этом уроке мы рассмотрели все элементы. А в следующем мы немножечко элементов добавим. Спасибо.